Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью. Сегодня готовим вкусные, быстрые, а главное красивые и полезные творожные десерты на Пасху. Творожные гнезда и полезный десерт с персиками, творожное кольцо. Оба десерта готовятся несложно, яркие, вкусные, главное, что понравится детям. Смотрите видео и готовьте вместе со мной и радуйте свою семью не только полезной едой, но и красивой подачей. Для творожной Пасхи с персиками нам нужны будут следующие продукты. 350 г творога, 200 г сгущенки, 20 г желатина, 100 мл воды, 1 пакетик ванильного сахара и 300 г консервированных персиков. Первым делом мы берем кипяченую холодную воду и заливаем желатин. Размешиваем и оставляем набухать желатин. Это по времени займет 10 минут. Это очень простой рецепт. В миску я выкладываю творог, добавляю сюда ванильный сахар, сгущенное молоко и кусочек масла. Массу пюрируем погружным блендером. Персики нарезали кубиками, растопили желатин. Сейчас добавим немножко творога сюда и размешаем. Не хочу, чтобы крупинки были в творожной массе. Я думаю, вы помните, что желатин кипятить нельзя. Теперь в творожную массу я выливаю желатин и пюрируем погружным блендером. Масса однородная, без комочков желатина. Прекрасно. Теперь берем любую форму. Можно брать порционные. У меня вот такая красивая форма силиконовая. Выкладываем первый слой творожной массы. Разровняли его. Теперь выкладываем слой персиков. Ой, один не разрезала кусочек. Я не перемешиваю вместе с творожной массой, так как потом получается каша. Полностью выкладываем, уплотняем. Покрываем вверх остатком творожной массы. Разровняли. Это все равно будет дно, поэтому слишком переживать за красоту не стоит. Ставим в холодильник на 2 часа. Теперь приготовим еще один десерт на Пасху. Он очень вкусный, в простой приготовлении, понравится и взрослым, и детям. Это творожные гнезда. Для этого десерта нам нужны будут следующие продукты. 100 граммов песочного печенья, 70 граммов мягкого масла, для творожной массы 250 граммов творога, 1 яйцо, 20 граммов сливочного масла и 60 граммов сахара. Для украшения я взяла 3 столовые ложки кокосовой стружки, желательно зеленого цвета и цветное дрожжа. Сначала мы приготовим основу. Ломаем печенье и добавляем к печенью сливочное масло. Желательно и лучше всего брать размягченное сливочное масло. Песочная основа готова. Теперь приготовим творожную основу. Здесь тоже все достаточно просто. Творог, сахар, яйцо и сливочное масло. Массу пюрируем погружным блендером. Творожная масса готова. Обе массы подготовили. Теперь можно формировать десерт. Берем формы для кексов. Очень удобно использовать силиконовые формы. Я их смазала слегка растительным рафинированным маслом. И выкладываем основу с печенья. Придавливаем пальцами. Делаем достаточно устойчивую такую основу. Уплотняем ее. И первой массой заполняем все формочки подготовленные. И уплотняем обязательно. Извлекается десерт силиконовых форм просто прекрасно. Без всяких усилий. Основу можно сделать по желанию. Потоньше, потолще. Это уже делаете на свой вкус. Теперь заполняем наши формочки творожной массой. Если у вас есть ягоды, можно красиво украсить мини-чизкейки. Можно даже так их назвать ягодами. Но сейчас с ягодами очень напряжно. Поэтому будем украшать цветным дрожжи. Сначала накладываем, а потом разравниваем. Разравниваем творожную массу. С этой порции получается 10 кексов. Ставим наши заготовочки в разогретую духовку на 170 градусов. На средний уровень. Режим вверх-вниз. Мини-чизкейки выпекались 25 минут. Чтобы легко извлечь этот десерт, нужно подождать, пока немножко остынет он. И потом с легкостью переворачиваете и выкладываете на праздничное блюдо. Без хлопот. Но если вы будете доставать горячими, основа у вас просто рассыпется. Ну а теперь проще простого. Украшаем наш десерт кокосовой стружкой. Я взяла разных цветов. Сделаем такой яркий детский десерт. Дети любят глазами, поэтому нужно их порадовать. После выпекания немного оседает серединка. И нам это на руку для украшения. Смотрите, какая красота получается. Десерт для детей. И дрожжи, и конфетки, и творог. Дети без ума будут, поэтому смело готовьте, не прогадайте. Второй десерт на очереди. Смотрите, сначала не переворачивайте. Просто вот так нужно слегка вот оттопырить форму. Прекрасно достается. Даже не опускаю в теплую воду. Теперь смотрите, красивое блюдо берете. По центру ставите. И переворачиваете. Без суеты, без резкости. Вот слегка проворачиваем. Вот и снимаем нашу форму. Смотрите, какая красота. Немножко присыпаем желтой кокосовой стружкой. Внутри у нас консервированные персики. Желтая кокосовая стружка прекрасно будет украшать и дополнять наш десерт. Можно натереть цедру лимона по желанию. Творожные десерты готовы. Они очень красивые и вкусные. Станут украшением вашего праздничного, пасхального, сладкого стола. Обязательно приготовьте. Творожные гнезда очень понравятся детям. А вкусный и полезный десерт с персиками понравится всем без исключения. А главное, что их приготовление не займет у вас много времени. Рада быть полезной для вас. Готовьте вместе со мной. Сейчас мы разрежем творожный десерт. И полностью насладимся его вкусом. Смотрите, какая красота в разрезе. А главное, просто и быстро. Невероятно нежный и вкусный десерт. Понравится без исключения всем. В меру сладкий, нежный такой. Персики прекрасно дополняют вкус. Ну а чем нас порадуют пасхальные гнезда? О, да. Прекрасный десерт. Вот реально прекрасный десерт. В несложной приготовлении даже начинающая хозяйка справится с таким блюдом. Объедение. Вы знаете, просто тает во рту. Очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира. И канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok